к сожалению технических возможностей моего гаража не хватает для того чтобы изготовить кронштейн датчика коленвала поэтому мы приехали в гараж к саше всем привет всем он вам известен по ролику с бмв е30 и для начала саша внес некоторые конструктивные изменения в нее это ковш который он обещал установить и он поставил заварку вот так вот блокировку вот так вот выглядит ковш заднего сиденья уже нету и стоят ремни безопасности чего я поставил будильник как и хотел а и будильник на boost получается ты рад конечно по блокировке я на блокировке проехался пока что наверно сколько 500 метров это лучше чем заварка не ездил еще нет так погода с 3 какая так только сегодня тепло стало боком раздал на песке так все теперь загоняем ровер и начинаем изготовление датчика кронштейн я закончил с установкой моторной проводки как я и говорил на разъемы катушек я делал вот такие вот резиночки красивые джампере они называются кстати помимо функции влагозащиты они еще выполняют функцию виброгасителя провод у нас болтается и чтобы он не переламывался под корешок он вот таким вот образом гасит колебания проводку я замотал в изоленту вывел разъем блока управления вот сюда под аккумулятор где стоял родной блок управления все сделано новых компонентах сюда же поставил оба д-разъем у меня диагностически на вай-фай адаптере поэтому мне не принципиально сделать это со шнурком и вести его в салон здесь достаточно проблематично я не нашел дырок куда пропустить провода поэтому оставим его здесь дальше нам осталось изготовить кронштейн датчика положения коленчатого вала и провести шланги на регулятор холостого хода и закрепить в общем вот такой шкив мне выточил токарь он срезал венец со шкива от бмв проточил родной шкив она присывала его сюда нам сейчас нужно сначала стану датчик коленвала потом выставить верхнюю мертвую точку на двигателе и поставить датчик коленвала напротив 20 зуба занимаемся а там все пацан доступно и легко датчик колена у нас от двигателя бмв м50 50 сила выглядит ну вот таким образом нам нужно сделать посадку и вот сюда ушка его прикрутить все прекрасно мы повесим получается кронштейн датчика а что-то держит лобовину нет подожди это защита защиту вот это держит да ну и все отлично так пацан подай ножницы мне там ножницы чаровницы да именно их я недавно посмотрел фильм шестое чувство знаете такой с брюсом виллисом вообще короче я кайфанул первый раз конечно да о чем это про психолога и мальчик мне от нравится в этих старых фильмах 90-х вот это что там может не быть экшена такого и ты не хочешь в телефон втыкать как видосики про turbo я вот картоночку прикладывал к нашей передней крышке вот еще и сейчас так вырежу и пойду еще раз примерять все ну так это надо как-то отмечать в гаражах и ты говоришь это надо как-то отмечать и сейчас должен кто-то появится такой душа по 50 мы выставим зазор а потом можно косыночку сделал чтобы он уже никуда не убежал я так и хотел но без ровночка ничего не будет отлично о звучок меняется когда как будто на струнах души играешь там нужно только сварочный аппарат и все да там ничего вот я бы все сделал сам если бы у меня была сварка да 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 понимаешь там этот ради одного проекта сварочник покупает особо нет баллон туда-сюда в итоге каждую неделю надо это надо это ну его облегчить должно быть нормально смысле облегчить ну датчик же будет это тут ну так вот так чик чик он был полегче добро добро когда вместо хорошо сказал добро и там сразу мужицкая это шапка такая чемодан мы изготовили черновой вариант кронштейна согнули его начертили отверстие туда должен вставлять задача коленвала сейчас мы будем рассверливать он должен у нас стоять перпендикулярно зубу и по центру гребенки вот таким образом не так не так вот так вот датчик коленвала мы поставили примерно на свое место зазор у датчика у нас должен быть где-то в районе 0 7 миллиметров сейчас возьмем щупы и будем измерять но на глазок здесь где-то около миллиметра возможно придется еще подбить сюда немножко кронштейн молотком стой а покрути шкив я не понимаю он кривой что здесь кривое туда у нас его не получится подвинуть ну я могу шарошкой типа там на пару миллиметров давай шарошкой а потом мы болтом устаканим его так и сделаем и чуть подбить его все давай самое геморрное занятие в таких вот случаях установки блока управления это когда нету родного крепления подачи коленвала когда вот приходится что такое изобретать это это мы еще делаем по-божески из толстого металла что-то вымеряем подкладываем щупы некоторые ребята приезжают с такими кронштейнами что просто ужас там просто строительный уголок какой-то которым гипсокартон крепит и на саморез датчик прикручен и они думают что это будет работать поэтому ребята не не делайте так нужно чтобы датчик максимально надежно стоял не колебался никак в сторону не отклонялся впоследствии что при разборе например привода грм следующий владелец а мог установить датчик в то же место которое он был установлен вами изначально поэтому с расчетом на это делайте сразу кронштейн вот таким вот автомобильными щупами регулируется зазор между шкивом и датчиком коленвала должен он быть в районе 0507 миллиметров зазор между дюбкой носиком датчика и репером вот этой металлической вот пластиной должен быть 07 то есть просовываем щуп и чтоб он там не болтался я после слова репером так и хотелось спросить оксимироном кронштейн датчика коленвала готов все зазоры мы соблюли сейчас у нас задача сделать так чтобы верхней мертвые точки датчик положения коленвала смотрел на 20 зуб после пропуска на задающем диске для начала нам нужно выставить саму верхнюю мертвую точку и будем это делать вот такой вот индикаторной головой так давай посмотрим в какую сторону он вращается чтоб нам вообще понимаешь что происходит я кручу ты смотришь по часовой или против ты просто ручкой покажет по часовой получается как все нормальные двигателя теперь вкручиваем индикатор вот все теперь двадцатый зуб считаем после пропуска давай мы пометим есть белый маркер вот он белый маркер так 20 после пропуска у нас мотор крутится туда 1 2 3 14 20 вот 20 зуб напротив датчика положения коленчатого вала вот так почему мы с такой скрупулезностью подходим к правильной установке зуба в мт потому что по этим зубьям блок управления считывает зажигание и пол зуба просчета это три градуса зажигания что довольно критично для турбированного мотора поэтому я в принципе могу выставить прошивки любой зуб по-любому это скорректировать но дабы придерживаться каких-то стандартов мы выставляем это на 20 зуб как это сделано по заводу на январе и чтобы потом у владельца или последующих будущих владельцев не возникало никаких с этим вопросом объясню еще раз что мы сделали наш родной шкив он становится только в одно положение и отпиленная зубчатый венец от шкива двигателя бмв он у нас был не зафиксирован пока мы не поставили датчик положение коленчатого вала далее мы под это датчик положение коленчатого вала то что у нас стоит выставили 20 зуб и в мт на моторе и уже зафиксировали эту гребенку теперь он никуда не денется как видео так сразу не попадаешь а прикинь как порно актерам тяжело работа над кронштейном датчика коленвала и задающим диском закончили все стоит надежно и четко я думаю что будет отлично так самый главный вопрос почему я не могу сам это сделать саша этот как его мультиметр а саши хорошо развито это тригонометрическое мышление ему нравится заготовить кронштейны пространственно я ему просто подгоняю задачи чтобы он развлекал регулятор холостого хода уже на месте кронштейн на него взяли от бмв саша здесь его немножко подкорректировал предыдущей серии я говорил что на банжа болт приварю штуцер я это сделал и подключил шланг и дальше шланг с регулятора идет у нас пространство перед дроссельной заслонкой здесь был такой вот штуцерок который изначально был заглушен слушаю ничего себе бензиновый двигатель а так это не актуально честно на м50 их все ездят как подшипники тут выбивают забивают да винт качество карбюратор пирбург слушай так ничего интересного нет если здесь не про 50 мотор не рассказывает а прикинь написать как перевести 50 50 на январь самостоятельно в такой книжке или как свапнуть 50 когда у вас стоял м10 карт блин вот это втемка покупали мне кажется бы ну да это не на этих драйвах листать невнятно а что тут приехал женя поддержать нас в наших начинаниях что-то тут крутил вертел головой вообще-то нужно делать феном строительным либо паяльным возьми трубку хозяин хорошо короче я тогда я заведу прикатаю под настрою чтобы можно было на ней передвигаться там уже как поставишь кулер будем выходить на бусты настраивать дальше все мы договорились на том что так как здесь нет интеркулера я заведу машину сделаю холостой ход и под настрою и чтобы она могла просто передвигаться без выхода на наддув владелец заберет это собирает поставит интеркулер привезет и тогда мы ее же настроим окончательно так теперь мы проверяем датчик коленвалов все в том же формате что и в первой серии я вам покажу как это должно выглядеть получается красный щуп у нас подключается на 49 пин черный на 48 при этом подключении у нас синусоида графика должна идти слева направо по восходящей 49 пина так как у нас высокий сигнал идет поэтому красный провод 48 пин идет как низкий сигнал так вот они раз и два есть включаем программу же они дискок не за руль давай снизу вверх идет линия это значит что полярность датчика подключена правильно и здесь 58 зубьев и пропуск 58 зубьев и пропуск теперь самое интересное то что все просили очень давно настройка автомобиля начинается нас базы что мы настраиваем это холостой ход это таблицы топливные это угол зажигания и это управление бустом я сейчас покажу вам все как это делается я пользуюсь прошивкой трс 251 дефолтная прошивка который идет 251 вам присылается разработчикам залезет любой автомобиль при условии правильно введенных датчиков и механизмов поэтому с этого мы и начнем заходим во вклад датчики и механизмы выбираем имитатор расходомер на не нужен это для борт компьютеров статическая производительность форсунок это то что мы с вами видели на стенде то есть сколько форсунка наливает при максимальном ее открытии здесь это миллиграммы в секунду площадь 340 мы переводим через плотность бензина в граммы это 255 грамм в минуту и делим на 60 это 425 грамм в секунду вот значит мы ставим здесь 425 грамм динамической производительности форсунок тоже очень важный параметр в двух словах что это значит форсунки чтобы поднять иглу и начать впрыскивать топливо нужно определенное время то есть вот задержка перед тем как подается напряжение до того как и глаз села свое место и начал впрыск топлива это называется лак либо то мертвое время либо динамической производительность форсунки она зависит от напряжения и в принципе от конструкции форсунки поэтому нас таблица такая время лага то есть миллисекундах зависимости от напряжения я чуть позже покажу уже на машине как он ищется но у меня есть автомобиль где я это нашел еще раньше я беру прошивку с этого автомобиля вернее не прошивку таблицу калибровки и сюда ставлю то есть вот у нас при 13 6 вольтах будет 0 52 миллисекунды это лак тайм форсунки все в принципе здесь больше по форсункам ничего не интересного нет минимальное время впрыска это то время при котором форсунка еще способна что-то распылять ниже которого она уже не будет открываться либо распыляет все очень плохо дальше идем датчик температуры впуска я пока что оставляю тарировку заводскую это все датчики bosch она примерно одинаковая посмотрим как она будет здесь работать потому что я тарировку датчика на ровере не знаю датчик температуры охлаждающей жидкости все то же самое на здесь зависимость напряжения на выходе с датчика от температуры дальше датчик абсолютного давления вводим его сюда параметры я в описании привел ссылку как все правильно здесь вводить и находить то есть у нас датчик начинается с 20 до 249 килопаскалей вводим 20 килопаскалей от 249 отнимаем 20 килопаскалей получается 227 по-другому нас не вводится здесь а датчик положения дроссельной заслонки пока что оставляем так позже будем находить регулятор добавочного воздуха моментно у нас стоит от бмв ставим здесь галочку и модуль зажигания время накопления искры на вак катушках у нас идет при 14 вольтах это 2 миллисекунды все задающий рэпер параметр на двадцатом зубе 1 у нас цилиндр ну и в принципе все по датчикам готова и уже прошивка с этими введенными параметрами под наши датчики исполнительные механизмы заведет мотор сейчас мы и зальем проверим все наши датчики и исполнительные механизмы и будем ее заводить я установил инженерный блок это блок который позволяет выходить в онлайн и в онлайн режиме настраивать машину в обычном блоке без платы расширения онлайн вы это сделать не сможете и подключил вайфай адаптер для того чтобы соединяться с блоком через компьютер сейчас мы включим зажигание и будем проверять все наши механизмы открываем программу инжектор онлайн обращу внимание что это лицензионная программа купленная за деньги также как и прошивка поэтому в их работоспособности я не сомневаюсь всегда есть поддержка со стороны разработчика и закрытого комьюнити которые также пользуются этими прошивками подключаемся к блоку есть так я уже вижу с дросселем какая-то непонятная беда он у нас пишет 91 процент хотя он у нас полностью закрыт если мы потянем его вручную то он у нас показывает ноль как-то неправильно я подключил наверно разъем подключал его по подобию бмв снова поэтому сейчас я его перепиную наугад я не знаю его распиновку настоящий перепину ее наугад здесь принципе пару вариантов и сделать так чтобы был 0 0 и 100 процентов было стопроцентно разгибаем усы в обратную сторону после того как мы загнули нашей приспособой там и получается меняем плюс и сигнал давайте пробовать так что будет женя зажигание так 0 отлично дальше что все не работает выключай меняем дальше давай опять не топ да не он же работал тогда только не в правильном направлении понял но мне кажется еще раз и я уже забуду шо и куда менял все я починил 8 процентов и 100 но чтобы эти 8 процентов нам убрать что был 0 но сначала подгрузим прошивку и откорректируем его же не чисто как не хватает как правая рука горит так хочу 7 процентов может по заводу здесь вернее это нормально потому что накрутили винта я думаю какую винта чё накрутили а потом смотрю а там винт вкручен какой-то строительный смотри на сколько миллиметра 4 5 наверное его но накрутили чтобы был холостой ход а все значит сейчас мы тогда его открутим и винт этот нужен для того чтобы дроссельная заслонка не упиралась в корпус то есть она упирается на винт и до корпуса не достает открутим его до того как заслонка начинает упираться в корпус дросселя чуть-чуть прижмем чтобы у нее был упор все-таки на винт вот это упирается в корпус то есть но мягенько так заходит чуть пару винтов и все и ножи отщелкивает сам упор сколько там процентов получилось 5 ну а было 8 мы нашли распиновку правильную получается если так смотреть на разъем минус плюс 5 и сигнал достаем разгибаем усы чтобы провода не доставались от руки разгибаем усики кстати как работает эта приспособа вот у нас усы которые в разъеме защелкиваются не дают пину обратно выйти а вот эта приспособа которая делает хоп и разжимает эти усики чтобы пин у нас выходил минус плюс 5 сигнал регулируем дроссель заходим свойства железо дроссель 0 процентов открытия это то что у нас сейчас вот 0 82 вольта я дроссель качаю вольтаж меняется вот он закрыта 0 82 говорим ему что это ноль дальше нажимаем в пол и грим что это сто процентов открытия и потом вот этот расчетный коэффициент делаем так нажимаем ок сейф все следующий раз когда мы зальем прошивку здесь у нас уже будет ноль и дроссель отстроен датчик температуры охлаждайки в принципе на улице сейчас 7 градусов у нас и датчик температуры воздуха и охлаждающей жидкости попадает значит получается тренировка соответствует бошевской который вот идет по заводу там на этих прошив датчик абсолютного давления также попадает 100 кило паскалей он показывает при атмосферном давлении нажимаем инструменты прямое управление смотрим катушки зажигания у нас идет попарное зажигание первое четвертое второе третье как я это делаю на вак катушках ну в принципе на всех даже на проводах чуть достаешь катушку нажимаешь тест и слышим характерный звук который говорит о том что катушка работает первое есть четвертое также стреляет берем второй канал зажигания делаем вот так вот раз и но эта катушка какая-то слабенькая кстати возможно с ней возникнут вопросы она бьет сама в себе но не бьет в свечку кстати будьте аккуратны вот такой тест подгулявший катушки сразу убивает может переставать бить искру нормально замут какой мы поднимаем катушку зазор делаем над свечой катушкой вот такой бьем и между этим зазором проскакивает искра с таким вот звуком она это делает так дальше что мы проверяем форсунки ручками я до них не дотянусь в идеале это дело стетоскопом посмотреть чтобы все форсунки были на своем месте включаем первую форсунку и слушаем характерный звук есть щелкнула вторая форсунка щелкнула третья щелкнула четвертая щелкнула следующий исполнительный механизм это у нас регулятор холостого хода я когда на него руку слышу что он жужжит значит с ним все окей в принципе у нас все готово для пуска сейчас перезалью прошивку с правкой дросселя и будем пробовать запускать а пока записывается прошивка будем устанавливать необходимое оборудование и начнем с широкополосного датчика кислорода так старые достали какой сейчас план я подключил широкополосный лямбда зонт пока что здесь под капотом будем ее заводить и сразу же настраивать холостой ход я выставлю смесь нужную чтобы открытие регулятора холостого хода попадала потом куда куда надо то есть месяц у нас будет на холостых где-то там 13 пока на холодная здесь есть вкладка уставка рхх двигатель сам себе находит нужное положение регулятора холостого хода чтобы поддерживать заданные обороты потом записывает эту табличку и я из этой таблички переношу уже в прошивку чтобы он на эти обороты ориентировался запускает изначально у нас первая свечка была залита я ее так и не отсушил получается вот сейчас я это сделаю попробуем ее обратно поставить у нас все же не работает третья катушка которая изначально мне не нравилась пойду схожу сейчас у знакомого за углом другие подкинем мотор троит мы поочередно отключаем цилиндры смотрим какой из них еще раз первый никакой реакции второй есть третий есть четвертый есть давай попробуем местами катушки зажигания поменять компрессии так сейчас шанс может то что нас свеча умерла просто но она не в масле понимаешь она в бензине просто а муж можем так чекнуть кстати свеча не работает короче мотор будет жить пойду сейчас возьму свечку о заработал получается чем был вопрос мертвая третья катушка я их ставил баушным то что новые дорогие мы тут бичи все дела туда-сюда и мертвая свеча первого цилиндра была продолжаем план настройки холостого ходу как я и говорил при введенных нами параметрах заводится любой двигатель единственное что нам не хватало немножко топлива и пришлось увеличить поправку на холостом ходе но вот мотор работает ровно построен с тем что было в первой части когда вы не могли тронуться с места сейчас мы едем и настраиваем еще перед выездом я проверю работает ли вентилятор который подключал чтобы нам не перегреть мотор у нас опять же есть принудительная кнопка активации нажимаем и слушаем как он работает не мы тут недосчитались где-то пол литра масла перед настройкой конечно обязательно его проверять чтобы она там было в наличии потому что бывали всякие случаи следующая наша задача это откатка топливных карт чем мы сейчас и будем заниматься в программе инжектор онлайн принципе все происходит в автоматическом режиме мы просто едем держим там какую-то заданную точку например 3000 оборотов 10 процентов нажатия педали и она все само корректирует но если заданная смесь сильно отличается от действительной то в принципе проще и быстрее это сделать ручками желательно конечно по настройщик сидел рядом но мне гораздо удобнее делать это самому за рулем потому что так все гораздо быстрее происходит зажигание карты я откатываю там на градусов 7 назад от тех которые должны быть чтобы не нарваться на детон при настройке топлива угол зажигания на здесь примерно такой на 05 который я сейчас здесь вижу это где-то 10 11 градусов зажигание это это наверно многовато может еще не до конца уверен что там за блок все поехали смотрим как заполняется таблица заданная смесь у нас круиз режимах это 14 7 газ пол на бусте 05 это где-то там 12 2 на будет это я думаю на буст пару раз выйдем увидим что у нас растет температура и закончим с этим делом я объясню еще вкратце что такое что это за таблица это правка топлива блок управления видеть температуру впускного воздуха температура охлаждайки давление в коллекторе из этого считает примерно какое у мотора наполнение и льет топливо мы ставим широкополосную лямда зон смотрим сколько по факту левается топлива и вот это вот таблица эта разница между рассчитанным и фактическим значением то есть на холостом ходе например нас рассчитала такую-то смесь мы домножаем ее на 066 коэффициент и получаем уже реально на холостом ходе у нас в идеале должно быть 05 на бусте на полном наполнении то должна быть единица если вы сильно не выпадаете из этой зоны значит у вас что-то неправильно прописано в железе это форсунки датчик абсолютного давления либо объем мотора неправильно забит так мы сильно не попадаем смеси сейчас поправлю таблицу у нас там где должна быть 14 7 12 все опустим и поехали трудачи кстати у нас температуру все правильно показывать чему я несказанно рад вот в каком формате нас заполняется таблица она тут сейчас синяя это на типа приближена к смеси должно быть коричневой становиться . которая уже заполнена которая откатана слушай ну подхват есть низок чувствуется такой дизель надо есть ты еще не понял что наедет слушай ну да мы так далеко не уедем мне кажется не все мы мы на надув даже выходить не будем мы проехали от гаража километр при том что до двух тысяч оборотов и все и машина нагрелась до 40 градусов впуск а где на а вот все пробуем чуть больше нажать 02 уже надули не она дергается нет угла зажигания сейчас надо подбавить так сейчас значит показываем что такое автомобиль без интеркулера температура на впуске на 49 градусов датчик стоит в алюминиевом коллекторе впускном я нажимаю ну вот давление у нас килопаскаля 03 посмотрите что с температурой происходит я подержал 10 секунд 03 и все она до 66 доросло даже прикинь на улице у нас что-то около пяти градусов я ограничу давление наддува буст по давлению сделаю где-то 015 и отдам владельцу машину после разбирается с кулером сделаю это для того чтобы он не ездил не выходил на буст не сломал здесь что-нибудь пока она не настроена до конца друзья в принципе как бы ничего сложного в общем во всем этом нету именно в процессе настройки самое сложное это все это собрать грамотно прописать и впоследствии если возникают какие-то нюансы больше всего тратится время на их поиск и устранение и если человек без опыта то этому будет очень тяжело даваться он не будет понимать например по какой причине может происходить пропуск зажигания будут ставить эти иридиевые свечи вставить другие катушки какие-то она будет быть совсем по другой причине вот на это больше всего тратится время а так вы видите мы круиз режим уже обкатали холостой ход сделали с вами ну тут буквально для нас реально времени это заняло 40 минут все остальное ну там режимы бусто они откатываются точно так же вот только нужно прожимать больше газ слушай ну как тащит кулер все-таки до градусов до 40 я думаю это опять же зависит температура где стоит датчик и какого размера турбина например у димы на его 36 большая турбина у него самый большой стоит интеркуллер и у него датчик температуры стоит в пластиковом коллекторе пластик не нагревается особо там температура была такая же как и на улице например если это алюминиевый коллектор то датчик греется сильно вернее коллектор сильно греется от двигателя и соответственно греется датчик воздуху уже сложно охладить там все внутреннее пространство поэтому там будет больше температуры весь вообще датчики стоят просто в пайпе в алюминиевом пайпе стоят там не в коллекторе там будет маленькая температура вот у нас я бы здесь готов был видеть до 50 градусов когда ты нажимаешь газ пол при такой погоде ну а уже выше это уже что-то ненормально давайте теперь остановимся на датчике фаз в комментариях в прошлом видео спрашивали про него конкретно на этот мотор я его не устанавливал потому что это физически сложно сделать нужно снимать трамблер делать какие-то проставки ставить датчик я не вижу сейчас для чего теория про экономию топлива это экологические нормы я не проверял я не знаю насколько отличается экономия датчиком фаз и без примерно больших на больше объемных форсунках вы не сможете сделать нормальную смесь на холостом ходу потому что без датчика фаз делается два впрыска за цикл и за эти два впрыска форсунки нужно успеть в два раза больше открыться а если она открывается датчиком фаз один раз то она может налить меньшее количество топлива у форсунки есть лак тайм про который я рассказывал статическая динамическая ее производительность как мы можем ее например настроить если бы у нас стоял датчик фаз мы бы включали в программе галочку датчик фаз и смотрели как у нас меняется смесь датчик фаз включили и выключили и что мы этим делаем мы переходим с двойного включения форсунки на динарное и тем самым мы вычисляем эту самую динамическую коррекцию форсунки то есть у нас форсунка открывается два раза вместо одного а значит что вот этот вот лак динамическая коррекция форсунки у нас происходит два раза и таким образом мы включаем и выключаем галочку смотрим на то как у нас изменяется смесь, она будет плавать туда-сюда, если у вас неправильно установлена динамическая коррекция и она будет одинаковой, если вы с этой динамической коррекцией угадали и другой способ, если у вас нету датчика фаз, вы просто берете и меняете заданную смесь, то есть у нас на холостом сейчас например смесь 14,7 где-то, 14,6 14,9 она бегает, да теперь мы делаем эту смесь например 12 и смотрим будет ли она сейчас ей соответствовать друзья, спасибо, что досмотрели ролик, вы просили показать вам настройку января, к сожалению, до конца не получилось доделать по причине отсутствия интеркулера вы сами видели, какая здесь температура на впуске и выходить на буз здесь вообще крайне опасно пишите в комментариях, что бы вы хотели посмотреть еще, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто это еще не сделал, всем пока все, я поплыл, все, этим закончим без вот этого всех до новых встреч